Так, во-первых, почему так криво наклеена наклейка? Давайте будем придираться по полной. За что, Элиан? Какой-то перевес, да? Тоже только с одной стороны декорации. Так получше, по-моему. Здравствуйте, все детали моего макияжа будут в описании. Ушки мода Полиэстер. Сегодня будет обзор на Элиан. Элиан я благодарю за пиар-рассылку, однако спешу напомнить, что это еще ничего не значит. То есть это не значит, что я буду все нахваливать, потому что у меня есть вопросы. Вопросы много к чему. Мне пришла вот такая лимитированная коллекция. Коробочка симпатичная, Белые ночи называется. В коллекции вышло две жидкие тени, два блеска, праймер сияющий и отражатель хейтеров. Я не ожидала, что Элиан отправит мне еще одну коробку, вот такую, в которой будет собрана вся базовая коллекция. Благодаря этому я могу сделать видос чуть ближе. А что я намазалась кремом-то? Хотя у меня, в принципе, праймер. Кожа у меня сейчас не в лучшем состоянии, потому что я пользовалась автозагаром, в нем гиалуронка. Здравствуйте. Всем привет. Ой, хорошо. Начнем. Когда я тестировала тон, на одну половину лица я нанесла крем, а на другую праймер. Разницы, в принципе, не было. Написано, что это смягчающая, я так понимаю, база. Ну, как увлажняющий крем, разницы не было никакой. Поэтому сегодня возьму этот праймер. У меня уже крем нанесен, все подготовлено. Его беру, потому что он заявлен как подсвечивающий. В нем 25 мл. Ой-оу. Слишком подсвечивающий аромат. Очень приятный. Я с косметикой Элион знакома достаточно давно. В свое время я допользовала тон, прям до конца. Мне он очень понравился. Также мне нравилась тушь, по моей памяти. И две помады у меня было. Одна реквием, вторая, ребят, к сожалению, не помню. Жаль, что база в лимитированной коллекции. Кстати, очень интересное у нее сияние. Переходим к тону. Мне отправили два оттенка, 14 и 30. В соседнем окне буду наносить 30 оттенок. В тоне 35 мл. 30 оттенок называется Honey. И он для загорелой кожи с нейтральным подтоном. Я бы поспорила на самом деле, потому что на мне он достаточно розовый. В линейке этого тона Silk Obsession есть 9 оттенков. И мне нравится то, что подписано, какой оттенок с каким подтоном. Это очень удобно. Здесь, конечно, есть три шага для идеального тона, но мы не будем ими пользоваться. Что могу сказать про тон? Как он мне понравился, 4 года назад, в принципе, ничего не поменялось. После открытия срок годности у него 6 месяцев, сделано в России, окей. Еще раз напомню, что приятно то, что здесь стекло. Вроде у меня тоже был Silk Obsession, ребят, я уже не помню, к сожалению. Вообще ничего плохого про него сказать не могу. Стойкий, хоть и не заявлен таким. Написано, что он матирующий. Ну да, он матовый. Не западал он никуда, меня от него не обсыпало. Я его допользовала и была очень рада жизни. Придев у меня к нему реально никаких нет, но посмотрим, как он будет себя вести сегодня на праймере. Как я и говорила, на мне он розовит, причем не слабо. Спешено помнить, что мало того, что я загорелая, я смыла автозагар, я еще и оливка. И удивительно, что нейтральный подтон на мне розовит. Я бы сказала, что он холодный. Опять же, как минимум на мне. Учитывайте этот факт, пожалуйста. Беру консилер, в нем 7 мл. Я еще не сказала то, что у Эллиан вышли новинки. Контуры и бронзер. Не знаю, правда, будет ли на мне сегодня их видно. Но давайте пока по консилеру. До этого у меня был точно такой же в четвертом оттенке. Я помню, насколько он мне был темный. До этого это год 3 назад. Средний такой консилер, не назову его суперлегким каким-то, но я не скажу, что он тяжелый и какой-то очень перекрывающий. И не думаю, что я бы его второй раз взяла, потому что тон, да, вот тон мне понравился. А консилер я предпочитаю что-то поплотнее, по типу Dior, например, или Lancome. Эллиан, кстати, можно купить много где, например, на рандеву. Я рандеву очень люблю, сама оттуда часто много чего покупаю. И у рандеву вышел новый аромабокс топ летних ароматов. У меня в прошлом году был топ летних ароматов, и он со мной ездил в Турцию. Я использовала оттуда половину. А сейчас для меня сюрприз, потому что здесь, во-первых, новая коробушка, да, парфюмы все поменяли. Это номер 15, если вдруг вам интересно. И я ничего не слушала. Пройдемся. Почему я всегда пытаюсь прочитать что-то на правильном английском? Вдруг это французский? Если я что-то неправильно прочитаю, сори, ну, сори. Джульетт Хезеган Джульетт. Мэйсон Ребатчи Париж. Жасмин Сатин. Я бы сказала Нишейн. Амбра Калабрия. Ксерджов Алиэнде Парфюм. Я прям уже вижу эти комментарии, где меня ругают за неправильное произношение. Ну, извините, я не в теме, как бы. Ну, что будем слушать? Хочется Анжелину послушать, потому что это новинка у рандеву. У меня есть целый аромабокс. Oh, make my day, реально make my day. На что-то он похож. Слушайте, очень знакомый аромат. Я бы назвала его свежесладким. Такой немножечко терпкий, чуть-чуть. Немножко вот и мое, но в некоторые дни не мое. Я предпочитаю что-то тяжелое, по типу, не знаю, армани-мани. Да, 2005 год. Второй тоже интересно послушать, что кого. Я думаю, что мне он понравится. Как будто вы в поле, и там еще вот такой дорогой цветок какой-то растет. Какая-нибудь черная орхидея, не знаю. Он прям очень цветочный. На что я цветочные парфюмы не очень люблю? Ой, это неплохой. Вот я жасминовые ароматы не люблю. Давайте посмотрим, зайдет или нет. Вы сразу увидите у меня это на лице. Если мне вдруг не понравится, я очень боюсь. А тут тонкий жасмин. Вот когда есть добавочный такой жасмин, например, где-нибудь в средних нотах, я это не люблю. Или в базе. А тут он такой легкий, такой жасминовый. Вообще, все парфюмы, что я тут слышу, легкие. Что такое? Ну-ка, давайте отель послушаем. Отель Ривьера. Я его хочу на змейку. Змейка, ты будешь пахнуть, как отель Ривьера. Угадать бы, чем он пахнет. Я даже не представляю. Ммм, тоже терпкий. Свежесть какая-то. Подойдет на вечернюю морскую прогулку летнюю какую-нибудь. Знаете, по набережной прогуляться многие любят. Я лучше дома посижу, чипсы пожру. Ну, я такая. В аромате Анжелин. Вот я пахну вот этим. Я иногда думаю, чем я пахну? Они цветочные. Как минимум те четыре, что я сегодня послушала. Я не могу, хочу доктора Гритти взять. Манго. На ягненка идет манго. Это не Вильгельм парфюм, вот это манго скин. Ммм. Это другое манго. Тоже очень сладкое. Я не скажу, что я удивлена. Коробочка прошлого года была такая больше свежая, по моей памяти. Не очень свежей памяти. А у манго. О май гад. Это коробочка сладкая уже идет. То есть, если вы прошлогоднюю тестировали, это отличается очень сильно. Конечно, все аромабоксы у рандеву, они уникальные, но этот прям хорошая подборка таких сладких, но в то же время легких, цветочных летних ароматов. Если вы вдруг впервые видите аромабокс. Очень странно. В каждом аромабоксе 8 ароматов по 1,5 мл в каждом. Одной такой штуки, если ее каждый день использовать, хватит на 30-35 распылений, а.к. на неделю примерно. Мой самый любимый аромабокс, это все еще ароматы чистоты, но вот этот топ летних ароматов тоже прям хорошая подборка для разнообразия. Не все же пахнуть порошком тайт, правильно? Правильно. Иногда можно и манго, а в некоторые дни и жасмином. Я жасминовая женщина. О как. Рандеву обожаю. У них есть не только аромабоксы, но и полноразмеры. Аромабоксы удобны еще и тем, что если вам что-то понравилось, вы можете отсканировать QR-код и сразу же купить полноразмер. А еще у меня есть промокод, который не аффилированный. Он дает вам скидку 10% и суммируется со всеми акциями на сайте. Я его обязательно на экране напишу, чтобы вы не потеряли. И в описании. И также в описании я оставлю ссылки для вашего удобства, мои хорошие. Напоминаю, что мой промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте и не приносит мне ничего. Он дарит вам пользу, скидку. И, например, если на аромабоксе идет скидка 45%, то с моим промокодом у вас будет 55% скидка. Но, мои хорошие. У брендового есть бесплатная доставка от 5000 рублей, а также они всегда кладут маленькие подарки в каждый заказ. Приятных вам покупок. Блин, мам, 42 секунды. А что там подвести там? Как видите, то он сам не зафиксировался, а сияние придает ему праймер, потому что на самом деле он не такой сияющий. Я приношу извинения за то, что немного тон исказился. Ну, свои свойства он ведь матовый. Но я считаю, что надо было показать вам, как праймер работает. Можно было бы и так оставить, да, но я все-таки предпочту более матовую кожу. Переходим к пудре. Где пудра? Марина Сергеевна! Не б***ь, ты че? Я потеряла пудру. Я же все доставала. Пока я нахожусь в небольшом шоке от того, что я потеряла пудру, предлагаю посмотреть на кремовые румяна. Пудра лежала на столе. Я все достала. Куда она делась? Непонятно. Энергетические напитки вредят вашему здоровью. Так, у меня есть оттенок 02. Понятное дело, что есть 01 и 03. Дизайн Уэлян. Это просто, ну, мечта, я считаю. Все в едином дизайне. Упаковки очень качественные. Так, это че за оттенок у меня? 02. Шай. 4 мл. 6 месяцев срок годности после открытия. Ну, че я могу сказать? Ну, ладно, окей. Положили бы 5 хотя бы немножко. Я люблю, когда румяна не пигментированы. Вот поэтому так немного их нанесла. И я рада, что пигмента в них среднее количество. Оттенок 01 называется Tender. Сейчас вот что же сделаю. Подождите, я только пудру найду. Куда дело, понять не могу. Еще удивительно то, что Эллиан умудряются делать все в России. Потому что есть бренды, которые делают часть вещей в России, а часть в Китае. А здесь, похоже, все в России сделано. Такая светлая румяшка. Я, конечно, не ожидала. Я думала, что она будет темнее. Потому что здесь оттенок такой неоновый нарисован. Ну и 03 cute, он прям красный. Сейчас я пойду искать пудру. Была же здесь. Я ее тестировала вчера. Ребят, я вам отвечаю. Произошел какой-то сказ. У меня вся пиар-рассылка лежала в одном месте. Все было в коробочках. Вот так. Для того, чтобы потом отдельно подснять. Если вдруг у меня будет желание. Я не могу найти пудру. Может, у меня ее и не было. А, слушайте, вроде бы была. Что, неужели не было? И мне это приснилось? Я помню, у нее был оттенок 40. Беру пудру от Influence. Я не знаю, что делать уже. Ну, где она? Я знаю то, что я могу потерять. Потому что у меня тут такой бардак. Поэтому я специально храню все в одном месте. Чтобы не растерять ничего. Видимо, в этот раз что-то пошло не по плану. Если у меня была пудра, и я ничего не путаю. Я лучше тогда промолчу. Я с ума схожу или что? Беру Stellar. Покупала сама в магните. В ней 7 граммов. И, ребят, знаете, мне кажется, я уже еду головой. И просто забыла, что. У меня была пудра, мне это приснилось. Да, ведь? Я себя очень странно из-за этого ощущаю. Сейчас свотч и румян сделаю. Конечно, просто дайте, доделаем сначала лицо. А потом сразу все свотчи сделаю. И румян, и бронзер, и всего. Как раз перейдем к бронзеру. Ну, хоть новинки не потеряла. У меня все. Я не помню, была у меня пудра или не была. Я же фото делала. Надо посмотреть будет. Окей. Это у меня бронзер. Когда я делала свотч... Так, во-первых, почему так криво наклеена наклейка? Давайте будем придираться по полной. За что, Эля? Я понимаю, может, вручную клеите? Тогда, может, могу простить. Она хотя бы читаема. Но почему сместить бы ее поровнее? 9 граммов окей. 12 месяцев после открытия. Я когда делала свотчи... Нет, я понимаю, что... Я понимаю, что бронзер сделан не для меня. Я одна, наверное, такая загорелая. Давайте посмотрим. У меня сегодня тон, кстати, светлее, чем должен быть. Или это очень легкий какой-то бронзер. Но он на мне... Он на мне как пудра. Окей. Интересная новинка. Я, как понимаю, вышло пока что только два оттенка. Поэтому Элион ругать особо не буду. Я не знаю, какого он оттенка. Потому что я даже предположить не могу, как он на мне бы смотрелся на светлый. Но заметьте, я использую тон от Элион. В оттенке 30. И на мне бронзер почти незаметен, можно сказать. Кисть я специально перед этим помыла. Вот реально как пудра смотрится. Давайте со светлой стороны, что ли, сделаем бронзер прям шелковый, хороший. По текстуре имею в виду. Что-то у меня здесь холодный, да? Немножко такой тушуется хорошо. На свотче. На мне, не знаю, я его почти не вижу. Ну так, чуть-чуть, кстати, заметно. Но это я наслоила. Думаю, для белоснежек будет прям самое то. Хороший бронзер. Но я не могу адекватно оценить. Думаю, вы понимаете, по какой причине. У бронзера, кстати, упаковка такая. Какая, блядь? Ну такая, жду трамвая. Мне бы хотелось, чтобы была... Люблю, трамвай куплю. Но дизайн... Все, дизайн топ. В контуре, в скульпторе тоже 9 граммов. Здесь наклейка уже поровнее наклеена. И мне нравится то, что есть вот эта штука. Надеюсь, что видно дырочку вот эту. Если вы захотите вытащить рефил из упаковки, то это смело можно сделать. Окей. Мне уже страшно. У меня тут опять клеи везде. Отличная. Ну ладно, я хотя бы не переборщу. Естественная тень. А не, вроде видно. Как вам такая вечерушка? Осталось сделать сводч. 1-2 сводч, как всегда. Так. 1-2 сводч на светлой стороне все-таки. Ага. Он настолько нежный, что засводчился. Так вот. Думаю, вы видели, как немножко залип. Залип не цвет, а именно сам продукт. Контур, кстати, розовый. Что меня устраивает. Но это на мне. Я оливка. Если вы вдруг забыли, где он. Он вот здесь. Мне нравится. Думаю, что когда я буду светлая, буду им пользоваться. А пока что. Ну и сейчас можно, в принципе. Насчет стойкости, кстати. Я его тестировала на кремовом контуре. Поэтому я не могу сказать ничего по этому поводу. Так что сегодня поглядим. Я все еще расстроена. Я не помню, даже была у меня пудра или нет. Приятно то, что у Эллиан, кстати, выходят всякие новинки. Лимитированные коллекции. Так, надо сделать брови вообще-то. О, йо. И приблизить вас на максимум, чтобы вы посмотрели, как красиво праймер сияет. Просто трэш. Правда, мне обычно от сияющих всяких штук обсыпают. Extends Foundation Wear. Продлевает стойкость тона. Работает с любой кремовой, жидкой и powder foundation. Ну окей. Право срок годности 6 месяцев. Почему? После открытия. Интересно. В лимитке вышла вот такая штука. Tinted Glass. Давайте нанесем. Сколько в нем миллилитров? 6. Нормально. А что не масло вышло? Какая я загорелая. Сейчас тинт будет проявляться. Красиво. Я на самом деле не такая загорелая. Я не знаю, что происходит. Swatchy. Да. Swatchy, раз уж я здесь. One Touch Liquid Blush. Начну с первого оттенка. И снова спешу напомнить. Учитывайте, пожалуйста, то, что я очень темная. Я не специальная на самом деле. Это такой нежный пастельный оттенок. Извините, чуть-чуть подтушевала вне камеры. Я его не наслаивала. Качественная упаковка. 0,2 оттенок. Shire. Поэтому я делаю живые сватчи, а не подснимаю отдельно. Хотя я иногда отдельно могу подснять. Вот такая вечерушка здесь уже. Тоже холодный цвет, кстати, как и первый. И третий. Красная наклейка была. По факту. Так, Эля. Проблема. Ну что это такое? Меня ввели в заблуждение. Оттенок 03 Cute. Я бы его взяла. Какие приятные парфюмы. Я не могу просто. Если бы я знала, что это персиковый оттенок, я бы его взяла. Потому что я персик люблю. Красивый тоже хорошо. Блядь, опять в ней камеры нет. Я снова, когда тушевала, унесла свотч за камеру. Поэтому вот. Чтобы вы видели, как наносится. Хороший, рабочий такой. Лосось. Лосось даже, да? Не персик. Ну, хороший. Но мне нравится. Неплохо. Ничем не пахнет. Фиксируется, кстати, достаточно долго. Вот я еще розовый сижу, тушую. Лосося только нанесли. И вот этот тоже все еще тушуется. Можно, наверное, как тинт на губюшке использовать, как помадку какую-нибудь. Симпатичные цвета, хорошо тушуются. Что еще надо для счастья? Я не знаю. Я знаю, что надо для счастья. Брови сделать. У меня два карандаша. Еще раз хочется поблагодарить Элян за то, что отправили выбор оттенков. Есть 04 графит и 0,3. Знаете, я вам оба покажу. Я ни разу не тестировала карандаши от Элян. А сколько граммов? 0,08. О, малыш. Из крана течет мышь. Ой, блядь. Ты что, отвалился? Куда ты упал? Я не знаю. О, лорд. Не хорошо, конечно, в прямом эфире отваливаться. Я же хочу сказать, что ты мне понравился, а ты отвалился, собака сутулая. Я его тестировала один раз. Очень тонкий треугольный карандаш. То есть это не... Ага, вот столько у нас есть продукта. Назад, назад. Не отваливайся. Неплохо. Стойкий, понятное дело. Был бы не стойкий, я бы уже сказала, что... Ага. Что-то у нас вутляра вываливается. Меня это смущает. Я уже забыла какой-то оттенок. 04. Мне понравился, потому что он не мыльный, не восковой. Очень тонкий, хороший карандаш. Форма у него меня тоже не смущает. Обычно автоматические карандаши идут такие круглые, а этот немножко треугольный. Был бы он большой треугольный, я бы выделалась, потому что я такое не люблю. Этот хороший сухой карандаш. Напоминаю, это 04. Я его обязательно допользую. Похож, он как легко бровь растушевалась на мой Golden Rose, который не купить. Так, с вами сводч делаю. Правда, боюсь, что карандаш отвалится. Такая вечерушка. Правда, сводч делать сложно, потому что он достаточно такой твердый. Но что-то отвалился, друг мой. Также мне нравится то, что щетки короткие, вот этот колпак. А здесь он длинный. Не перепутайте. И Golden Rose сейчас за сводчу. Я уже в Телеграме, вот он, мой любимый Golden Rose 103. Я в Телеграме у вас спрашивала, что у вас есть от Alien, что он тоже тяжело сводчится. Что вам нравится, что не нравится. Реально, по формуле очень похоже. Много кому из вас очень нравится тон, как и мне, в принципе. И теперь 0,3. 0,3 карандаш идет в оттенке Cool Brown. Они вообще разные по цветам. Тоже могу выкинуть, наверное, карабушку уже. Его я не тестировала, но делала сводч. Так, у меня Alien был рядом с луной, поэтому сделаю вот тут. Очень надеюсь, что вы видите разницу. Один из них холоднее. Ну, понятное дело, какой. Вот этот. Этот теплее. По глубине оттенка они одинаковые. То есть этот не светлее, он просто теплее. Ну, лично я это вижу по сводчу. Работает очень похоже на Golden Rose. Я Golden Rose в свое время, два года назад, покупала чуть ли не за 50 лир, там, или за 70. Сейчас пришла в Rossman, и мне дама за кассой говорит. Вот взяли три карандаша. Знаете, да, что 250 лир? Я такая. Golden Rose. 250 лир. Нет, я, конечно, понимаю, инфляция и все такое. Ну, извините меня, пожалуйста. Тысячу рублей за карандаш Golden Rose? Sorry. Может, я что-то путаю? Может, она сказала 150? Ну, знаете, даже 150 – это перебор. Я брала за 150 рублей буквально. Ну, 50 он лир стоил. Меньше 100 точно. Вот, видите, в чем разница? Они оба темные. Просто этот холодный карандаш. Это оба Alien 04 и 03. 03, он более теплый. Я не знаю, буду ли я 03 пользоваться. А, я же перекрашиваюсь завтра. Но вы увидите меня в перекрашенном виде не скоро, потому что, как вы помните, контент снимается очень заранее. Так, маркер надо взять какой-то. Вот, поэтому я 03 тоже оставлю. Вдруг у меня теплый цвет будет. Не приведи, конечно, вселенная. Так, маркер Divash. Мне очень нравится то, что здесь такая вилка. Ладно, меня слышно. Вилка непростая. Обычно вилка идет фетровая, а тут как кисть. Вообще классно. То есть, как обычный маркер для бровей. Они сейчас все с кистью идут. Фетровых нет. Вот вилка. Это вообще... Конечно, надо приноровиться к ней, потому что она очень гибкая и может оставить пятно. Но мне очень удобно. Я посмотрю, есть ли еще оттенки, но, скорее всего, 04 это самый темный. Это был подарок, благодарю. Так, мне надо вырезать брови, прийти к вам с гелем для бровей, с лимитированным отражателем хейтеров и с тенюшками жидкими. Да, че, сейчас вернусь. Вот знаете, да, так получше. С таким балансом белого. Я, конечно, ждала седину, но не к 30 годам. Все-таки пониже сделаю. В 20 лет, по-моему, первый раз увидела у себя. Нет, нет. Года в 22, возможно, я увидела у себя первую седину. Сейчас у меня вообще полбашки седые. И еще, кстати, давайте это хайлайтер посмотрим. Отражатель хейтеров, извините. Оговорочка. Я люблю нюхать косметоз. Так, сколько граммов? 7,5. Вот смотрите, здесь ровная наклеечка. Зеркала нет. Ну, ничего страшного. Ценник потом посмотрю в конце, если не забуду. Не тестировала ни разу. Хотела, чтобы вы увидели мое первое впечатление. Кисть тоже помыла, чтобы не... Ну, че? Элион, лорд. Что-то хотела важное сказать. Я же это самое. У меня вроде не было ни разу отражать. Так, я его хвалю не потому, что это рассылка. Ну, вы че? А если я от сафтбоксов от себя внука? Йо, лорд. Двигаемся назад. I am speechless. What can I say? That's insane. But this watch... Сам свотч миловой. Трэш. Ну-ка, если я верхний... Я верхний слой стерла. Если я на светлой стороне... Ага. Тоже миловой немного, да? Такой вот. Посмотрите еще отзывы. Я вас прошу. Но мне нравится. Я реально спичлаясь. Сейчас я его подтушу. Здесь какая-то есть подвох. Я почему-то уверена в этом. Так. Я стерла верхний слой. Сейчас мы поглядим, кто это самое тут хитрит у нас. Потому что этого не может быть. Не знаю, просто в такой простой упаковочке, знаете, не ожидаешь. Вот влажное глянцевое сиание. Стерла слой верхний в центре. Вот видно, наверное. Надеюсь, как минимум. Вы поразили короля хайлайтеров. Так не делается. Я еще в каком-нибудь видосе его покажу. Пока что давайте успокоимся. И перейдем к теням. У меня есть две лимитки. Я так понимаю, лимитированная коллекция, потому что так и написано. Зеленая и это, сиреневая. Две такие маленькие-малыхи. 4 мл оттенок. 81 Mint и 82 Lavender. Liquid Eye Paint or Ice. И также есть постоянная коллекция. У меня целых три оттенка. Два сияющих. Один называется Invent, а второй Excite. Сейчас достану. Сколько миллилитров? Тоже 4 мл Excite 78. Такое серебро. Я что-то из них тестировала одно. О, крышка похожа, кстати, на Stellar. Корабушки мы оставляем. Я вроде бы тестировала золотой 77 Invent. Изобретать. Вот я сейчас хочу, если у меня будет свой косметоз, назвать его турецкими какими-то названиями. Хотя смысл, никто ничего не поймет. И Ашкашум. О, да, я бы назвала помаду какой-нибудь Ашкашум. Или там Джанос. А у меня еще три помады. Я очень-очень хотела вот эту помаду. Я ее выжидала на Wildberries. 609 Muse. Это черная помада. Я ее выжидала на ВБ, выжидала. Она так и не появилась в наличии. Я потом про нее вообще забыла абсолютно. Особенно после того, как у меня появилась помада черная от Соды. Я про эту забыла. А так у меня были какие оттенки? Ребят, я вот пытаюсь вспомнить. Извините, пожалуйста, не могу. Но точно был Requiem. Requiem. Whatever. Что с волосами? Но точно был оттенок Requiem. Это такая бордушка. Я использовала вроде половину. Еще был нюд. Что-то мы делали с вами важное. А, гель для бровей. Тоже вроде новинка. Сколько миллилитров? Я так хочу поругать. Элиан, вот за что-нибудь. Ну, помимо того, что румяна, такие средние пигментации, да? Что-то... А, и упаковки у бронзера и контура такие не очень. Я хочу поругать еще за что-нибудь. 5,2 миллилитра. Окей. Коробушку тоже выкинула. Аромата нет. Ребята, я тестировала эту штуку один раз. Вы уж извините, что только один раз. Но я гель обычно понимаю с первого теста. Он так хорошо все держит. Мне он понравился. Я не знаю, смогла бы я бросить свой любимый Стеллари и перейти на Элиан, потому что тут мало миллилитров. Ну, для меня 5 это маловато. Можно сделать какой-нибудь Джамбо Сайз для тех, кто, как я, любит побольше. Геля. Да, я понимаю, что я тут наношу много, но ничего. Так, короче, брови уложены. Я здесь специально вот так сделала, чтобы поглядеть потом чего-кого. Называется он Architect Brow Gel. Не знаю, есть ли еще оттенки. У меня написано 01 Clear. Ясно. Понятно. Я ла ла. Ну хорошо же вы... Я не могу с этого хайлайтера. Так, вот этот блеск Tinted Gloss странно ощущается. Пока смыть не очень хочу, но такое желание вот подкрадывается верно, но медленно. Под покровом белых ночей, когда город уступает в перерывах нежного света, приглашаем на прогулку по ночному Петербургу с летней коллекцией от Элиан. Пусть ваш макияж, что они частью ночной сказки. Я не камень в огород Элиан, но я вообще белые ночи не люблю. Может быть, для тех, кто романтизирует это, и у кого в городе нет белых ночей, для них это прикольно. У нас тут, как на севере, белые ночи – это не то, что вот я видела этим летом. У нас белые ночи – это, пожалуйста, солнце светит очень ярко, но в густой тени не жарко. Понимаете, я не люблю белые ночи. Конечно, хуже было в Норвежке. Там солнце вообще не уходило. Тут оно уходит хотя бы на 2 часа. И то не до конца. То есть у нас весь день светло. Вот это настоящие белые ночи. Трэш. Куда мы с вами пойдем? У меня еще одна тень упала. Извините. Оттенок Аффект. Я ее тестировала. Мне показалось, что она такая вот бежевая, и я подумала, зачем ее тестировать, если она мне в цвет. Но, ребята, это визуальный обман. На мне она розовая. Я отвечаю. Давайте, вот, надеюсь, ничего не сказану, и вырезать не придется. С вами сделаю сводч. Она на мне пыльная роза. Надеюсь, я ничего не вырезала. Даже на светлой стороне, кстати, не проверяла. Сейчас. Извините, что это все не обрезаю. Просто я не хочу, чтобы вы думали, что я им что-то подмазываю себе сижу. Отвечаю. Пыльная роза. Почему так? Я в банке, извините, в упаковке вижу его цвета серой верблюжьей лапки. А на мне... Я уже все тут смазала. На мне это... Может, я это не соображаю. Не знаю, но... Пыльная роза, блин, да? Или мне кажется... Я вот сейчас всю руку вот так намажу, и все равно не пойму. Но пыльная же роза. Когда я буду показывать, как он носился, вы это увидите. Тушуется тень хорошо. И так как макияж с ней у меня уже... Так, ясно. Так как макияж с этой тенью у меня уже был сделан, ребята, я предлагаю посмотреть все-таки на лимитированные цвета пастельные. Хоть они сейчас на мне будут смотреться, скорее всего, смешно. Потому что я напоминаю, что на мне пастель вообще... Кажется, что они на мне будут смотреться смешно. Просто потому, что у меня высокий контраст. Ну, сейчас проверим, потестируем. Фиксируется достаточно быстро, но времени хватит для того, чтобы ее растушевать. Есть тени, которые фиксируются подольше. Если вы только начинаете работать вот с такими кремовыми тенями, то вам будет сложновато. Потому что фиксируется... Если долго сидеть, то вы не успеете растушевать. Но в целом времени хватает. То есть я не скажу, что вы намазали, оно все схватилось намертво. Нет. Но в то же время лучше работать побыстрее. Меня как адреналин раш не ставит никто. Вот я этой кистью тушевала. Да, Винц? Я colorblind, но я вижу здесь беж, а не пыльную розу. Почищу кисть. Это бьюти бомб. Я не сама брала, она мне пришла в пиар-рассылке. Да, я сейчас буду сидеть кисти чистить, а мне снимать надо. Пока кисть сохнет, предлагаю сделать сводчи. Очень интересный выбор для лимитированной коллекции. Я имею в виду в плане... На селой стороне сделаю, чтобы было понятнее. В плане продукции. То есть праймер сияющий, отражатель хейтеров и две тенюхи. А палетки не вышло. Я привыкла, что обычно в лимитированных коллекциях выходят палетки всякие. Интересные цвета, кстати. Я не настолько креативный человек, чтобы смешать их вместе. И тем более это разные цвета. Получится серость. Я вам сейчас это докажу. Пожалуйста. Мы получили серый цвет. Ну вот так нагляднее. Эти две тенюхи также быстро фиксируются. Ну что, посмотрим. Например, на контрасте с эстрад, жидкими тенями, вот эти прям быстрее фиксируются. Если вы вдруг эстрад тестировали, вам это о чем-то говорит. У эстрад очень хорошие жидкие тени. Прям у меня слов нет. Ну что, попробую сделать что-то. Ой, можно было просто стрелы сделать и все. Удивительно яркая подложка. Просто она пастельная. И обычно в пастели много белого. И сделать именно такой цвет очень тяжело. Чтобы он был равномерный. Это я сейчас именно про производство. Потому что часто такие цвета, хотя уже 24-й год, я понимаю, да, далеко ушла промышленность косметическая. Но все равно, если чуть-чуть белого добавить больше, то будет какой-то трэш. Вы посмотрите, здесь идеальное сочетание. Все, она застыла. Она у меня уже не тушуется. Быстрее застывает, чем все-таки вот эта. Из постоянной коллекции оттенок 73. Разница буквально пара секунд. Но это ощущается заметно. У меня есть похожий цвет, только такой в карандаше. Я хочу просто на нижний глаз нанести. Не хочу жидкую тень туда наносить. А, ну заодно и слизистую тогда. Сегодня прям макияж нетипичный. Я все еще хочу снять челлендж. Макияж только кремовой продукцией. То есть кремовый, румяна, тени вот кремовые. Что-нибудь такое сделать. Так, мне не нравится то, как выглядит мой глаз. Я вам говорила, что мне пастель не идет. Почему я становлюсь выбеленной молью. Но, как это можно исправить? Я думаю, стрелой. Да, я знаю, что я пальцем тушую карандаш. Киньте в меня тапок, если вы не грешник. Мне нужно выбрать сияние. У меня же есть. Конечно, я могу взять это сияние. Но, это сияние. Ребят, оно достаточно темное для данного макияжа. Будет не очень хорошо. И еще хочу сказать, что эта вещь, извините, что на себе не показываю. Она будет хороша для взрослого века, возрастного. Или, если оно у вас очень текстурированное. Потому что это похоже на сатин. Я такое не люблю. Кто пролетел здесь? Ну-ка, поспал вам нахрен сюда. Я такое не люблю, потому что мне нужны спарклы. Но, я вот этот оттенок тестировала. Опять же, когда покажу, как он носился. Там у меня будет именно этот цвет. 77-й. И я не люблю сатиновое сияние. Хотя, кажется, что металлик. Но нет, это такой вот сатинчик. И для возрастного века будет прям очень хорошо. Я вам отвечаю. Я знаю, о чем говорю. Именно поэтому возьму вот эту сияшку от Love Generation. 0,5 оттенок. 2,8 мл всего лишь. Раз уж у меня жидкие тени сегодня, то и сияние тоже из жидкой тени возьму. Я кистью не буду ничего ровнять. Прямо так. У меня что-то здесь скаталось. Я имею в виду мятный оттенок. Мне надо как-то придать жизни своему глазу. Меня откровенно смущает то, что у меня тут такая моль. Поэтому на нижний глаз я возьму коричневые тени в стике вот бьюти-бом. Они с сиянием, но ничего, нормально. Сейчас фиксану вот этим цветом. Подводки от Элян у меня нет. Но уже более-менее окей. Здесь мне бы хотелось все-таки стразы наконец-то бахнуть. Но в то же время я не знаю, бахну ли я стразы. Поэтому беру. Но как сделать стразы? Куда их нанести? Ладно. Что сделаю, то сделаю. Сиреневый на мне уже не так ярко видно, как зеленый. Вот я переборщила. Думала, что не видно. Оказывается, ой, как даже все заметно. Его можно сверху, наверное, фиксануть оттенком в цвет. Сразу на нижний глаз. Ай, уже все застыло. Уж очень быстро тень фиксируется. Может из-за того, что она как раз-таки пастельная? Ну, я не знаю, из-за чего такая вечеринка тут происходит. Все, я даже не успела растушевать ничего. Тяжело. Очень быстро зафиксировалось. Это для кого-то может быть минусом. Мне лично все равно. Карандаш. Это Братс. И Мейкоп Революшн. Ну, слизистую тоже я бахну туда. Ужас, он уже такой старый. У меня еще есть карандаш от Эля. Но у меня по ним очень много вопросов. Я бы даже сказала предъяв. У меня больше пастельных палеток нет, что ли? Так, беру пастель от Love Generation. Извините, что много Love Generation сегодня. У меня просто от них только есть пастельная палетка. Потому что она адекватная. Я люблю фиксировать кремовые тени оттенком в цвет. Но эту не фиксануло, кстати. Удивительно, почему зафиксировать может. Правда, у меня нет оттенков цвет. Ай, все, не буду, не полезу. Цвет другой. Я хочу взять еще блестяшку. Ну, кстати, заодно еще раз покажу вам Love Generation. Почему бы и нет. Хороший бренд, хорошая палетка. Вот эта пастельная, да и предыдущая тоже хорошая. Упаковка такая странненькая. Однако, что мы хотели, это масс-маркет. О, я вообще сегодня какой-то жук сияющий. Пастельный сияющий жук, Марина Сергеевна. Приятно познакомиться. Мне надо сюда еще в центр тоже какую-нибудь блестяшку взять. Я вам уже показала сетины. Я их брать не хочу. Поэтому пальцем... Ой-ой-ой. Залезу и бахну сюда. Ой-ой-ой. И уйду, сделаю какие-нибудь стразы. Ну, я хочу стразы. Можно стразы, пожалуйста? И сейчас покажу вам карандаши. Они, к сожалению, отвратительные. Чем они плохие? Нет, они хорошие. Вот возьму коричневый. Он у меня был. И он мне очень не понравился. Как раз тут нижний глаз коричневый. Мне не понравилось то, что их нельзя наносить в слизистую. До сих пор карандаши такие же. То есть, ничего не поменялось. Может быть, они созданы только для стрел или для карандашной техники. Но я считаю, что сейчас карандаши должны быть многофункциональны. Однако, это личное дело бренда, какие карандаши выпускать. Это у меня оттенок 02 Blink. Здесь есть сзади пипка такая, чтобы тушевать ваш карандаш, сделать растушеванную стрелу. Да, в качестве карандашей для... Точнее, карандаша для стрел он работает хорошо. Но если вы ожидали, что это каял... Тут написано каял, кстати. Это не в слизистую. Туда просто не нанесется. Также карандаш странно наносится и сам на себя наслаивается. Какое мнение у меня про него было 2 или 3 года назад, такое же и осталось. Мне он абсолютно не нравится. Я, конечно, сейчас посмотрю на черный. Здесь черную стрелу сделаю черным карандашом. И вернусь к вам. Но я в черный карандаш тоже не верю. Вы не думайте, что он так наносится, потому что под ним кремовая тень. Во-первых, кремовая тень была зафиксирована сухой. Он всегда вот так странно туго наносится. Разве что на голое веко будет хорошо. Но я бы эти карандаши не советовала. Абсолютно не мою. Вот ни разу. Я пошла доделать глаз. Надеюсь, что не забуду наклеить какие-нибудь стразы. И вернусь к вам. Буду делать сводчи карандашей. А, у нас еще помада есть. Да, минутку. Стразы и жемчужины у меня от BeColor. Подводка Seven Days. Я ее сама брала. Мне она не очень нравится. Ну что, переходим к помадам. Я не наклеила рисни. Прекрасно. Ничего наклею чуть позже. 205 оттенок Hope. Пока не буду брать карандаш. Потому что хочу еще черную вам показать. Я помню, что бордушка, которая Requiem, она была достаточно пятнистая по моей памяти. Но, ребят, плохо помню. Реально. Сейчас у меня ее нет. Так, ну это что у нас получается? 205. Сводчи буду делать на светлой стороне, чтобы понятнее было. У Эллиан все еще для меня очень интересная и загадочная формула вот этих помад. Коробушка. Конечно же, приятно. Сейчас 518 вам покажу. Это очень странная формула, потому что это не типичная жидкая матовая помада. Очень похоже, вот вы только что видели, как я два оттенка засводчила, на то, как сводчатся тинт от Ивсен Лоран. Возьму 23, потому что он более-менее похож. Мой любимый 29, он немного отличается. Это, правда, чуть легче по формуле, чем Эллиан. Но похоже, вот очень похоже. Именно не склеивает. Ощущениями не отпечатывается. Мне нравится, конечно, очень их формула. Вообще шикарно. То есть типичные матовые помады жидкие в масс-маркете, например, да, и даже в люксе. Они не такие. Люксовые у меня только Диор. Диор, кстати, тоже похож. Шанель. Вот Ивсен Лоран. Но Ивсен Лоран это, по-моему, тинт называется. А нет, Мэтт Стейн. Он будет полегче. А Эллиан больше все-таки напоминает Диор. Но я раньше опробовала Эллиан. Потом уже Диора пробовала. Потому что они вышли просто позже, чем помады Эллиан. И мне реально нравится. Приятно. Этот оттенок я буду носить. Потому что он не розовый. Но когда я буду светлее, так как сейчас это, ну, немножко странно смотрится. Хотя с коричневым карандашом, скорее всего, было бы очень даже неплохо. Мне комфортно в этой помаде. Я носила ее вообще без проблем. Салфетка, она не смывается почти. Надеюсь, что я понятно описала вам формулу. Формула здесь, можно сказать, люксовая. Но бордушку не берите. Хотя, может, ее поменялись за столько лет. Но вот коричневый карандаш не поменяли. Однако, черный, он как-то легче ложился, чем коричневый. Коричневый прям туго шел. Не только сегодня, но и мой предыдущий коричневый, который я сама покупала. И позавчера я вроде тестировала этот коричневый карандаш. Мне вообще не нравится. Черный получше будет. Может, он для другой техники. Не знаю, даже стрелы рисовать сложно. Тушь у меня сегодня инфлюенс. New Era. А теперь самое сложное. Это черная помада. Оттенок 609. У нее даже упаковка другая. By Anna Malcova. Хорошо. Сейчас посмотрим. Я очень люблю черные помады. Моя самая любимая это Sephora. Она у меня до сих пор есть. Аромат, как у других помад, такой же. Не люблю показывать, как я мажу свой свисток. Первый слой. Полоски. О, минахоя. Нанести равномерно ее крайне сложно. Я бы советовала праймер под помаду. Может, было бы легче. Хотя я протонировала свой рот. Все равно полоски у меня появляются. Это из-за ее формулы. Подожду, чтобы подсохло. Может, получше будет выглядеть. Или ее кисти надо как-то отдельно наносить. Обожаю черные помады. Делаю сводч. Перекрывает. Да? Или нет? Я ее оставлю себе обязательно. Потому что иногда можно черную помаду надеть, я считаю. Черная помада Soda Kuromi. Я видела, что на нее жалуются. Типа она тоже пробелами наносится. Я за ней этого не заметила. Это уже такая типичная жидкая матовая помада. Но даже на контрасте на сводче видно, что Элиан, она больше пляшевит. Извините, что я убрала руку из кадра. Я не пыталась что-то выровнять. Можете мой видос посмотреть. Там я тоже черную помаду брала. И все хорошо наносилось. У Элиан такая проблема, видимо, потому что формула похожа на Yves Saint Laurent, на Chanel, Dior. Такая она более легкая. И Sephora. Не воняет. Удивительно. Самая лучшая. Просто черная жидкая матовая помада. Не расслоилась, ничего с ней не стало. Melt, потому что у меня вообще ушел просто в ноль. Расслоилась, все отвалилось. Тут вроде все окей. А значит, можно еще мазать. Я ее редко открывала. Это 28 оттенок. Самая черная, конечно, я сначала думала, что Куроми. Но нет. Теперь я вижу, что самая черная это Sephora Sephora. Вот такая вечеринка. Выбор у меня, конечно, хороший, рабочий. Куроми она немножко серая. Я обожаю разбираться в оттенках черного. Вот так без блика видно, что Куроми, в центре, напоминаю, она вот здесь немножко серый оттенок имеет. А это прям черная-черная. Ай, красиво. Ну, кто бы спорил. Черная помада это statement. Да, то есть, ну, не каждый может выйти. Это тоже немножко серая. Не каждый может выйти с черной помадой. Вы знаете, я тоже не могу. Ну, все, сводчи вроде бы все сделала. А, карандаш не показала. Так, это коричневый. Как не нравился, так до сих пор и не нравится. Ну, вообще, какой-то и формула у него странная. Я его опять кому-нибудь передам. Не помню, кому передавала в прошлый раз. Он какой-то глиняный. И вот черный. Называется вроде бы Alex, если я не путаю. Да. А коричневый назывался Blank. Я не знаю, что не так с этим карандашом. Тушуется. Алло. Тушуется, да? Черный тоже тушуется. Мне не понравилось. Прям не мое. Хотя, если вам нравятся такие пластилиновые карандаши, ну, не наносятся даже. Может, я в чем-то не так что-то сделала. Кто знает. Я хочу жрать опять. Что делать-то? Я не смогу снять крем-тайм. Я без сил, блин, на завтра. Мне очень нравится мой сегодняшний лук. А еще больше нравится отражатель хейтеров. Я вообще в шоке. Наклеила ресни немножко разные. Сюда не очень шла ресница такого формата. Но можно было наклеить. Однако, я передумала и решила наклеить то, что я сделала. Итак, что можно смело брать у Alien? Это тон. Сейчас покажу вам, как он носился. Я вряд ли забуду сказать, что тон от Alien достаточно оранжевый, говорю, розовый. Почему-то я вчера воспользовалась автозагаром от Garnier. Капнула, и у меня тут теперь это оранжевая полоска. Но мне в каждую примерно такая же, как и мой сникерс сегодня. На этой стороне тон на праймере, на этой на обычном креме. Крему, крема, кремов. Я не умею склонять. Никакие существительные. Такой вот факт. Разницы я не вижу. Вот вообще. Разве что тут пор поменьше, чем здесь. То же самое, по-моему. Понятное дело, то что кремовые тени не потускнели. Ни сияшка, ни матовая тень. Она оказывается розовая. Но я ее закрепляла этим Chanel. Нет тенью от Tom Ford. Карандаш Alien сверху. Видно, что обведен подводкой от B-Color Capsule. А внизу, не люблю пальцем показывать, но придется здесь. У меня карандаш Seven Days пастельный. Не помню, зачем я его туда бахнула. Пыталась вроде еще слизистую нанести, но ничего не вышло. Тушь Seven Days красная. Ребят, мы хорошие. Это вообще невероятно. Я тут, правда, когда карандашом орудовала, промахнулась, и тушь у меня отпечаталась. А так, ничего не потекло, все окей. Бронзер Нарс, брови тоже Alien, гель тоже Alien. Вообще топ, все прекрасно, все хорошо. И мне даже нравится, как выглядит тон. Накрасилась я в два. Сейчас девять вечера. Семь часов, в принципе, норм. Но он очень розовый. Может, это из-за того, что я автозагаром воспользовалась. Но я прям видела то, что я сегодня была достаточно красная. Не знаю, пудра тоже сегодня Alien. Ну ладно, буду смывать. Я купила второй раз вот это масло. И, блин, ребята, оно вообще не смывается. То есть, оно макияж смывает, а потом уже ничего нет. Но такой толстый слой какого-то как будто желе. И приходится вот так вот его смывать. Это ужасно. Конечно, я после любого гидрофильного масла, я пользуюсь этим. Умывашкой любой. У меня сейчас стоит халса, шанель и вот это. Половину использовала. Это профессор скингуд. И, в общем, я не знаю, что не так стало с маслом отрише. Оно мне очень нравилось. А сейчас вообще смываться не хочет. Именно вот остается слой. То есть, не какая-то там пленка или что-то еще. А вот этот косметоз, который оно растворяет, он не смывается ничем. Сегодня я тестирую Alien. Отражатель хейтеров. И что скажу. Я тестирую сегодня его именно на стойкость. Пол третьего. Нет. 2.40 утра. Ну, на месте. На месте. Конечно, он не настолько отражающе выглядел, как на видео. Ну, потому что у меня два софтбокса. Плюс я не учла то, что там, походу, был небольшой верхний слой. Но, когда я его сегодня нанесла, он был примерно такой же яркости, как и в видосе. По стойкости в целом очень даже хорошо. Посмотрите, все еще на месте. Тонна мне сегодня Dolce & Gabbana. Тени Nuage. И я чуть не вижу, скаталась или нет. Сори, эта машина там у меня. Именно я имею в виду в каткризе у меня Nuage, B-Nuage, whatever. Матовые все взяты из Anceler Rain Harvest Moon. Гель мне сегодня отпусти новый, но он в это видео не вошел, потому что это видео про Элион. Ну, держит дачу лучше, чем предыдущий. Вот такая вот вечеринка. Носился он хорошо. Раз я в свое время допользовала его вроде бы до конца или почти до конца, ребят, это о чем-то говорит. Такое случалось только с Estee Lauder, Lancome, Dior и Chanel. Эли, извините меня, это редкость, чтобы я какой-то тон прям до конца измазала, потому что я много чего не люблю. Есть любимая тона у меня, это, понятное дело, вот Элион мне очень понравился, не поменялось ничего. Все еще спокойно могу вам его рекомендовать, если вы присматривались. Тем более, что здесь стекло, очень хорошая громовка, 35 мл, мне нравится. Жидкие матовые помады тоже могу советовать, но черная, смотрите сами, она полосит. Да, полосит, из-за чего ее сложно наносить. Я бы советовала, наверное, на черный карандаш тогда уж, но это странно. Она такая, своеобразная, но в такой формуле сделать черный цвет сложно, поэтому я понимаю Элион и не ругаю за то, что помада полосит. Вы сделали говно, нет, сделали нормально, она не так и сильно полосит, как могла бы, так что все окей. Консилер странная вещь, он не скатывается, сам он по себе легкий, но по пигменту средней плотности. Я такое не очень люблю, я бы могла его сравнить, не знаю даже с чем, но я предпочитаю просто более перекрывающие консилеры. Однако, тоже неплохо. В праймеры я не верю, это просто увлажняющий праймер, неплохо. Может быть на него легко ляжет какой-нибудь супер такой глиняный тон. Или пудра, то он тоже хорошо будет. Но я праймерами не пользуюсь, я вместо этого использую любой увлажняющий крем. Карандаши нет, пожалуйста, не надо, но я себе черный, конечно, оставлю, однако коричневый у меня пойдет кому-нибудь в добрые руки. Мне все еще не нравится, даже стрелы не могу нормально нарисовать, видимо, это моя проблема. Однако, карандаши для бровей, например, на контрасте, да, очень хорошие. Мне больше нравится, конечно же, тот, что холоднее и чернее. Удивительный оттенок, прям вот попадание в меня. Очень красивый, оставлю тоже оба карандаша себе, пока что сюда положу, потому что не знаю, с каким цветом я выйду завтра. Но очень красивый карандаш и тушуется легко, качественный, похож на голден роуз. У меня такое ощущение, что голден роуз, по моей памяти, делается в Турции. Вот, кстати, эти жемчужины. Не сама купила, пиар рассылка была. Карандаш сделан в России, написано. Шок. Ну, очень хороший. Я даже перехвалить боюсь. Так, гель для бровей. На удивление, здесь я нанесла чуть больше. Держит примерно как Стеллари. Карандаши не разъедает. Понравился? Пользоваться буду. А если хотите сравнение из масс-маркета, то похож на Стеллари, но Стеллари прям каменными делает. Этот похож на B-Color капсула. И на Эстрад. Если вы вдруг забыли, как выглядят эти гели. И еще похож на Love Generation немножко. Тоже хороший. Тоже будет у меня в активном использовании. Консилер, наверное, я допользую все-таки. То есть, он неплохой. Но я не скажу, что идеальный. То есть, да, я бы не купила консилер второй раз. Все, я это сказала. Далее идем. Жидкие румяна, кремовые точнее. У меня остается персик. Два розовых. Я передам. Хороши. Не яркие. Это самое главное. Я ненавижу пигментированный румяна, потому что я румянами пользуюсь раз в год. Может, даже раз в 10 лет. Это бывает очень редко, чтобы я захотела себе нанести какие-то румяна. Не, я это не люблю. Но эти среднего пигмента, то есть, у них пигмента достаточно, немало и не перебор, что все, нанесли, у вас уже жопа какая-то. И оттенки естественные. Несмотря на то, что я загорелая, на мне оттенки смотрятся очень даже хорошо. Нормальные румяна. Но если вам надо что-то по пигментированию, то это не в эту сторону, потому что у них не тонна прям пигмента. Далее. Помады. Я уже сказала, вроде бы, можете брать. Кремовые тени. Вот эти сатинистые, конкретно два моих оттенка, 78 и 77, Excite и Invent, соответственно. Для взрослого века хорошо или для тех, кто не любит супер какие-то яркие, ну, то, что у меня даже сегодня, хотя это не супер ярко, это какой-то призматик у меня нанесен. Я предпочту Spark. Поэтому я пользоваться не буду, но все равно это хорошая вещь. Я не против нее. Она работает. И, кстати, по моей памяти тоже стойкая. Никуда не скаталась, не створожилась. Все было хорошо. Просто не моя эстетика. Это очень важно учитывать. Я не говорю, что это некачественное дерьмо. Я говорю, что это не моя атмосфера просто. И все. Контур хорош потускнел, что ли, самого аксунтула. Не могу понять по моей памяти. Но я тестировала на кремовом контуре. Что я могу сказать? Ощущение, что немножко куда-то делся. В принципе, как и бронзер. Но меня, скорее всего, отражает мой отражатель хейтеров. Я ничего не вижу. Судите сами. Но вот чуть-чуть потускнел. То есть не ушел. Однако бронзер... Я же бронзером тут размахиваю. Да. Он куда-то делся. Но его изначально на мне было не очень хорошо видно. Для белоснежек обе вещи прям идеальные. Жаль, что только в одном оттенке. Но, может быть, Эллиан проверяет, как будут покупать. Потому что бронзер, например, не самая часто покупаемая вещь. По моему небольшому исследованию, мало кто пользуется бронзерами. Так, теперь лимитированная коллекция. Но тени вы сами видели. Ровно как и в постоянной коллекции. Правда, я только один оттенок протестировала. Матовый. Конкретно 73-й эффект. Окей. Глагол. Потому что через A написано. Что могу советовать? Сияющий праймер. Хорош. Кстати, лишь бы не обсыпала. Я бы даже пользовалась. Потому что иногда хочется вот такое. Софт-глоу. Но тут не софт-глоу. Тут прям отражение по максимуму. Праймер супер сияющий. Понравился. У него приятный аромат. Насчет One Touch Tinted Glass. Вот этих штук. Я вам эту не показала. Показала блестящую штуку. Неплохо. Так как блестящая открыта. К сожалению, я ее оставлю себе. Не знаю, буду ли пользоваться. Но вот эта закрытая. Я подарю кому-нибудь. Тени жидкие. Из лимитированной коллекции. Если вам нравится пастель. Можете брать. Но, пожалуйста, если вы не умеете работать с такой вещью, брать не надо. Потому что тушуется она легко, но фиксируется очень быстро. Настолько быстро, что даже я не успела. Я быстро как бы крашусь. Это их огромный минус. Вот этого оттенка. То есть этот я как-то еще успела что-то растушевать. Этот нет. Он фиксируется намного быстрее. Сделать чистым такой цвет сложно. Потому что в нем много белого оттенка. И это действительно красивые цвета. Что-то скатался у меня зеленый по какой-то непонятной мне причине. Не знаю, почему вот здесь. Пальцем не люблю показать. Вот тут вот. Я же не старалась питать. Пальцем, блядь, себя тыкать. Некрасиво. Вот. Такая вот вечерушка. Здесь скатался. Почему непонятно. Праймер под кремовые тени так-то не нужен. Ну, может, у меня такое веко странное. Ну и ладно. Love Generation, кстати, не скатался. Все еще на мере. А, нет. Чуть-чуть створожился вот этот кремовый оттенк. Что-то пошло не так сегодня с этим глазом. Удивительно. У меня обычно нет такого. Ну, тут сухая тень все еще на месте. Я могу сказать, что довольна оттенками. Не знаю, ставлю ли себе. Потому что, ну, я и пастель. Ну, вы видите, я и так как моль стала, когда что-то красила. Мне нельзя такое вот. Ну, не идет. Вот честно. Вещь сложная. Берите только, если вы прям очень хотели себе такие пастельные тени. Кремовые. И помните, что они очень быстро фиксируются. В целом хорошо. Без пятен растушевалось. Но один минус – быстрая фиксация. Я уже повторяю в который раз и чувствую себя каким-то попугаем. Слушай мою песню и подпевай. Я попугаю. Я схожу с ума. Так. Отражатель хейтеров. Я очень боюсь чего-то рекомендовать. Но это будет использовано мной каждый день. Я когда немножко темная, мне в своей огромной коллекции становится немного тяжело найти хороший отражатель хейтеров. У меня их всего лишь два на мое темное состояние. Это Estee Lauder. Оба Бранс Гаррес. Один 22-го года или 21-го, а другой 23-го. По свежениям или 22-го. В общем, оба лимитки. Также у меня есть Пэт Маград золотой и Шанель Лев. Все. То есть у меня выбор отражателей хейтеров достаточно мал. Это даже на загорелой мне не выдает вроде серую полосу. Если выдает, ребят, ну вы смотрите внимательно тогда. Потому что я ее не вижу. Экран очень маленький. Несмотря на то, что я большая, я реально не вижу серой полосы. Даже когда в зеркало смотрю, я ее не наблюдаю. Это просто что-то невероятное. Я такое обожаю. И давно не видела настолько хорошего хайлайтера. Вот у Soda недавно вышли, но они спаркловые. А это прям вот... У меня слов нет, я боюсь перехвалить. Пожалуйста, еще смотрите отзывы, ладно? Всегда, когда смотрите чье-то видео критично, пожалуйста, смотрите его. И обращайте внимание на подтон кожи блогера. Это важно. Все. Что точно стоит брать у Элиан? Это, наверное, гель для бровей, карандаши для бровей тоже. Тушь я не показала сегодня, поэтому говорить тушь не буду. Тон, гель для бровей, карандаши для бровей и помады жидкие. Ну, черную подумайте, конечно. Хотя я, скорее всего, пользоваться буду. Она, кстати, даже... А нет, желтит зубы немножко. Четыре вещи, это прям мой стейпл. Ну, реально, у меня слов нет. Хорошо, что у меня есть запаска тона светлого на зиму. Не тяжелый, так хорошо ощущается прям. Ну, тон всем тонам, тон. Я не сияю, это просто отражатель хейтеров и сияющий праймер. Да, он заваливается вот в эту морщину, но красиво сидит. Кстати, он не суперкроющий. И да, у меня розовое лицо, уж извините. У него среднее покрытие. Пытаюсь в своей голове вспомнить сравнение. И у меня опять идет черный Шанель Литент Вельвет. По уровню покрытия имею в виду, не по финишу. Финиш тут все-таки матовый. У Шанель Вельветовый такой немножко приятный прям. Да, я все сказала, что у вас есть от Элиан. Жидкие тени. Смотрите, пожалуйста, ребят, внимательно. Быстро фиксируется. Я протестировала три оттенка. Две лимитки, одну постоянную. И проблема такая имеется. Для меня это не проблема, конечно. Я быстро тушу. Надеюсь, что я все рассказала, все показала. Что точно брать не стоит. И что лично для меня трэш. Это все еще карандаши. Особенно коричневые. Я не знаю, что с ним не так. Учитывая, что все хорошего качества. Вот карандаш, блин. Да, у него хорошая упаковка. Но не надо. Как не нравился, так и не нравится, блин. В целом, у Элиан, думаю, если вы как-то вот так пальцем куда-то ткнете и это возьмете, не промахнетесь. Но карандаш для бровей это и тон. Отражатель. Все, ладно, перехвалю сейчас, перехвалю. Я ухожу, я ухожу в закат. Хотя какой закат? У нас вон солнце светит. Пол восьмого. Что у вас есть от Элиан? Дайте мне, пожалуйста, знать. Тестировали ли вы эти три новинки? Бронзер, контур и гель? Ну, я протестировала. У меня останется гель точно. Бронзер и контур я сейчас не могу адекватно оценить. Поэтому я приношу извинения. В целом, окей. По формуле, по сводчу, то, как он на руку нанесся. Ну, разве что упаковка такая странненькая. Все, я пойду. Какой макияж вам больше нравится? Мне вот этот. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не надоело мое лицо и понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться. Поставить свой лайк и оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой телеграм, потому что там весело. Всех люблю. Всем пока. Купила, короче, накладку на клавиатуру с этими русскими буквами. С кириллицей. Очень удобно. И накладка, и буквы сразу есть. Вообще очень классно. Хотя непривычно, что русская раскладка, потому что непривычно. Ладно. Подозрительно. Yeah, whatever. Здравствуйте. Здравствуйте. Kind of difficult. Ah, difficult. Okay, thank you. Мама пишет голосовые. Ну, давайте послушаем. Что мама там, наверное, записывала? Конкурсы скачивать не надо. Конкурс я сама проведу. Нужно просто песню... Нет, я понимаю то, что конкурс не надо скачивать. Я имею в виду про песни, про музыку. Я очень постараюсь все это сделать, конечно. Сложно, но, надеюсь, меня не подведет ни макбук, ни телефон. Она делает обзор. Общается, слушает. Голосовые. Класс. Вторую пудру возьму. Пудру-упон, что ли? Ой, светло очень. Я вообще расстроена. Также мне нравится то, что здесь длинный вот этот колпак, а здесь узкий. Че? Я... Ну, че и плачу? Ладно. Я вроде бы золотой тестировала. Invent. Invent? Invent, да. Я... Я... О, да. Я бы назвала помаду какой-нибудь Ашкашум. Или там Джанос. Джаношки. Сене пешки. Муа! Ладно, это я вырежу. Седана яна мимина дырем. Сesehenように бенимка дырем. Сен сен. И ulisene sivere. Еще вот это можно тоже почистить. Марина Сергеевна, прекрати. Хватит чистить. Нет. Еще вот это можно. Все еще на батарею смотрю, конечно. Тупая привычка. Может и хорошая, кто знает. так праймер я с лимиткой надо зафоткаться не хайлайтер вообще-то неожиданно завтра иду осветлять голову я не знаю осветляет тоже так сказала волос делать цвет я переживаю в котором видео уже жалуюсь что я переживаю у меня краска перестала держаться то есть я корни и крашу меня на третий день уже все блин смывается почему-то очень много седины я сейчас должна снимать край тайм на у меня честно сил нет никаких не знаю очень волнуюсь за то что мне не пойдет светлый цвет потому что но но это ведь мой этот самый образ до черные волосы они не черные но думаю что будет выглядеть дорого надеюсь как минимум почему решилась я не знаю надо что-то менять своей жизни может вообще опять коры хурубану но я уже тоже привыкла к длинному волосу как-то можно хвост высокий сделать например укладывать особо сильно не надо можно помыть и всех отправить на хер хвост запрести пойти сегодня без маски кстати купила лак короче от кёны пыталась чоку поставить у меня ничего не стоит вымыла уложила стала челку фиксировать у меня все склеилось странно у меня не было лака от кёны по-моему было чей ребят шикарный лак брала мини-версию на рандеву превосходный а этот кёны что-то вообще какой-то трэш отражатель просто шикарный так все сказала да о У